Вы думаете, людей держит дома карантин? Вы сильно ошибаетесь. Людей дома держит интернет. Представьте, что его нет. Что бы вы делали? Я еще пару лет назад думал о том, что рано или поздно все школы станут виртуальными, обучение в университетах станет виртуальным, передвижение без особой надобности уберут. Все будет происходить виртуально. Человек, не выходя из своего дома, будет работать, есть, пить, любить, путешествовать. Пока это все происходит на очень примитивном уровне. Нас типа всех заперли. Да, есть вирус. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. И нас приучают и готовят к тому, чтобы мы стали жить виртуально. И, естественно, главный проводник в этом деле – это интернет. И со временем самыми важными и самыми властными людьми в мире будут не президенты, не главы каких-то исполнительных районов. Нет. Будут те люди, которые владеют интернетом, те, кто им управляют. Уже это происходит, но со временем будет это в разы круче. Я думаю, что вся наша жизнь будет проходить, не выходя из дома. Сейчас мы как бы на тест-режиме. Мы готовимся, и многие смогли. Большинство, конечно, сходят с ума, спиваются, съедаются, не знают, как излечить раны. Пропадают, да? Танцуют дома на столе, под столом, я не знаю. Многие выживают, стали работать онлайн, стали любить онлайн, встречаться онлайн. Все онлайн. На стаин день люди будут так же и путешествовать онлайн. А нахрен мне покупать билет, ехать в аэропорт, проходить регистрацию, приезжать в отель, заселять. А, да нафиг, одел маску, и все, ты уже в той стране заплатил онлайн. И все, надел маску, ты уже под водой. Надел маску, ты в космосе. Таким и будет весь виртуальный мир через какое-то время. Мы будем в киберпространстве, об этом тысяча книг написано, тысяча книг сняты, да, та же матрица. Я считаю, что это не заговор, это неминуемый приход человека к этому. Когда можно с минимальными физическими усилиями получить максимальное. Мы уже начинаем понимать, что главный кайф получают не наши руки, ноги, какие-то наши члены тела, а именно наш мозг. Да? Если наш мозг может работать, может приносить пользу и выгоду, не выходя из дома. Честно скажите, кто из вас выберет работу, не выходя из дома, зарабатывать бешеные бабки, не выходя из дома? Многие? Вышел, сделал маленькую прогулочку, вернулся, опять ты в том мире. Кто из вас выберет лучший мир, не выходя из дома? А, живя где-то в Индии, в Бангладеше, в Зажопинске, ты одеваешь маску, и ты уже в нормальной стране. На лазурном берегу пьешь шампанское. Многие выберут прекрасную реальность. Нет? Может быть виртуальную? Именно ее и выберут, друзья мои. Виртуальную реальность. Потому что она нам дает возможности жить лучше, чем мы живем в реальном мире. Понимаете? Там мы можем получать бешеные зарплаты, ездить на крутых тачках. Это все, что хотим, и при этом, с нас как гуся вода. Можем играть, можем убивать, можем танцевать, что хотим делать. Сегодня один из тестовых режимов нашей жизни. Нас пробуют. Выживем ли мы оффлайн режиме? Нет, не выживем. Мы выживем в онлайне. Оставаясь офф. Все же я, наверное, старовер и классик. Я люблю все-таки все настоящее. Выйти, побежать, пробежаться, сесть на машину, поехать, приехать, поцеловать, любовью заняться. Я это все люблю по-настоящему. Но нас тестируют, нас проверяют. И многие из нас сильнейшие выживают. Слабые сходят с ума. Не сходите с ума, друзья мои. Многие это выражают дурацкими видео, дурацкими запоями, приходами, негативом. Кто-то делает из этого шоу-программу, собирают коробки с едой, едут, помогают бедным. Не будьте интернета, не будьте рекламы. Вы бы помогали бедным? Честно. Вот нет фотографий, нет интернета. Вы бы помогали? Нет. Или не принося прибыль, бешеная работа на бешеных позициях. Вы бы стремились быть на невероятном посту, на невероятной позиции с властью? Если там нет денег. Честно? Нет. Два качества или антикачества погубят человека. Это алчность и это амбиции. Запомните. Алчность это тупо заработать побольше денег, накормить своих и нажраться. Второе это амбиции. От амбиции наши понты. Я, я вселенная, мне поставят памятник. Мое имя выбьют на монетах. Я, я, я. И бабки заработать, сесть, полюбить, переиметь все, что движется. Накормить близких, дать суперобразование детям и внукам. Друзья, добро пожаловать в 21 век. Добро пожаловать в самый хреновый год нашей жизни. 2020. Выживут только сильнейшие. Есть shifted. Надеюсь.